Продолжение следует... Продолжение следует... С самого начала, с детства, где вы родились, как пришли к музыке, где провели детство? Родилась я в далёком-далёком северном городе Магадан, среди моря и сопок. Вот. Затем мы после перестройки переехали, вернулись, точнее уже, сказать, как мама там жила, до города Чебоксары, столицы Чувашской республики. Вот. Там мама продолжала свою деятельность творческую, да. Она является заслуженной артисткой Чувашской республики. Вот. К музыке я пришла, наверное, это был зов крови, потому что, ну, с грудных времён моих я практически выросла за кулисами, поэтому, ну, наверное, уже не видела другую деятельность в своей жизни, не видела даже другого пути, собственно говоря. Да, тут и видела, и гены работают. И гены, ну да. И в этом направлении пошла. Ну, сюда вы, на Ульяновск потом переехали. Да. Пришло время, как бы, маме выйти на пенсию со сцены, с большой сцены, так скажем. Вот. И её, вроде как, потянуло в Ульяновскую область, в Ульяновск. На родину? На родину. Она родилась в Ульяновской области, в Целеницком районе. И все, практически все родственники живут именно в Ульяновской области. И поэтому, наверное, так вот ей захотелось, так скажем, домой. Ну, поближе? Домой, да. Чтобы все были рядом, чтобы семья окружала. Да. И в Новый Ульяновск приехали, да? Переехали в Новый Ульяновск, да. Ты там уже училась или так? Там я окончила среднеобразовательную школу, музыкальную школу. Ну, музыкальную школу я ещё начала ходить с пяти лет. Это ещё было в Чебоксарах. Это был музыкальный лицей. Здесь уже, как бы, программа была немножко проще, да. Это обычная музыкальная школа. Вот. Её закончив, я поступила в Ульяновское училище культуры. Тогда ещё она называлась. Это в каком году? Это 2004 год. На хоровой вокал. Хоровое дирижирование. Вокал. Окончив его, я отправилась покорять новые вершины, так скажем, да. И отправилась я в столицу. Столицу нашей родины. В Москву. Да. С такой целью? Например, какая концертная цель была? Конкретная цель? Ну, наверное, в принципе, я тот человек, который ищет новые горизонты, да. Покоряет новые горизонты. И учитывая, что здесь на тот момент я уже своё, как бы, исполнила то, что я хотела, да, в Ульяновске. И мне захотелось расти дальше. То есть отправиться в Москву. Что меня там ждало? Ну, я примерно могла только предположить. Вот. И хотела стать звездой, да. Я с детства. Хорошая мечта. Я с детства была артисткой. До сих пор вот мои родственники вспоминают, как я маленькая стелила красное одеяло себе. Говорила, выступает Анна Афанасьева, рейтер. Выходила, пела, танцевала, давала концерты. Да, это ещё с детства было. Поэтому, да, и мне посчастливилось в Москве. Я прошла кастинг и попала в популярную музыкальную вокальную группу ОРВИ. Вот, там, это уже была профессиональная деятельность, профессиональный вокал. Это было для меня огромным опытом. Это ансамбль, да? Это вокальная группа, да, и три девушки. И у нас ещё был хореографический состав. То есть у нас парни танцевали восточные танцы. Подтанцовка. Мне это, ну, это мне жутко нравилось. Это было превосходно. Молодой девушке, вокруг звёзды. Уже большой, величины, да. Мы выступали на одной сцене с такой мировой звездой, как группа Тату. Да, и Панайотов, и А-студио, и Сергея Зверева. И всех, как бы, со всеми я успела познакомиться. Замечательные, талантливые люди. Есть с кого взять пример. То есть это такой вот толчок. Это своеобразная школа была. Да, да, это был, да, колоссальный опыт я там получила. Ну, пришёл тот момент, когда группа распалась. Кто-то замуж вышел. Ну, жизнь идёт. Жизнь идёт, да. Вот. И со всем этим богатым опытом я решил вернуться. Домой. Домой. Вот. И потом поступила? Поступила снова в колледж культуры и искусства. Теперь он уже называется колледж. Раньше было это училище, теперь колледж. Это интересно. Это дважды в одну, как бы, реку. Да, но тут, как бы, другая специализация. Вокальную деятельность я освоила. Мне теперь интересна была режиссура. Р режиссура постановки вот этих вот массовых праздников. Всех вот этих вот. Вся организация, на чём это основывается, как это делается. Вот. И, окончив его с красным дипломом, этот колледж, сейчас я поступила в Ульяновский педагогический университет имени Ульянова. Вот. И тоже социально-культурная деятельность. То есть здесь уже более расширена эта режиссура, постановка и продюсирование культмассовых мероприятий. Если в колледже преподавали культурно-досуговую деятельность в рамках домов культуры, таких вот более классика, то здесь у нас идёт обширное мероприятие. Это от свадьбы корпоратива и до кино. То есть вот всё в целом. Учитывая современные реалии. Учитывая современность, да, мы уже входим в другую реальность. Уже более высший уровень идёт сейчас. Да. Так. А когда образовался ансамбль «Мердень», вот ты образовала, ты стояла у истоков? Да. Как пришли к этому? На самом деле очень такая интересная история. Когда я обучалась уже за вторым разом в колледже культуры и искусства, на режиссуре постановки массовых праздников, мне нужно было писать курсовую работу. И я выбрала интересную для меня тему – это чувашские национальные праздники. Вот. Интернет – это, конечно, хорошее дело, но есть люди, которые владеют… Живые люди. Живые люди, которые владеют опытом и информацией, да, об истоках, истории и нынешнем современности, как это всё происходит. Вот. И я, конечно же, отправилась в Центр по возрождению и развитию национальных культур, заведующий Чувашским центром, так говорила Ваира Эдватильна, вот, к ней за советом, за помощью. Конечно. И тогда она мне предложила, зная, что у меня такой богатый вокальный опыт, предложила мне организовать вокальный ансамбль, именно чувашский. Потому что, ну, мне это тоже близко, мне это нравится, это мои корни. Да. В главе всего. В принципе, не было у нас чувашских молодёжных ансамблей до этого. Да, мы единственные. Вот. Как это дело пошло? Как ты искала участников? На самом деле, участь в колледже, там у меня уже были знакомые чувашечки, молодые, талантливые, которые вот в первом составе пришли в этот коллектив. Можем их назвать? Да, Смирнова Яна, Мехтеркина Ксения, ну, Самытина Марина, она и осталась, и Антонова Кристина тоже, по крайней мере, сейчас тоже остались. Марина Емщикова? Мария Емщикова пришла чуть попозже. А попозже? Попозже пришла, это уже как бы на смену пришла наша звёздочка. Вот. Некоторые ушли, некоторые остались, и как бы пришли новые. Мария Емщикова сейчас тоже покинула наш коллектив, она поступила в Ульянское училище музыкальное на народный вокал. Успехов ей? Ей больших успехов, я ей очень горжусь, она очень талантливая девочка. Она представляла наш коллектив и нашу Ульянскую область на таком фестивале-конкурсе, как Кемель Заза, да, «Серебряный голос». Да, 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 «Чебоксаров». Да, привезла нам сюда свой лауреат третьей степени, умница большая. Да, да. Вот, а сейчас мы как бы тоже ведём набор, потому что жизненная ситуация обстоит так, что, да, это молодёжь, кто-то поступает учиться, кто-то выходит замуж, кто-то переезжает в другой город, поэтому хотелось бы сохранить наш коллектив, и поэтому мы сейчас снова проводим набор девушек. Пока, там кто, сколько сейчас человек? Или вообще новый набор будет? Ну, новый нет, сейчас всё равно остаётся Антонова Кристина, которая была с самого начала, и Марина Самытина, которая была тоже с самого начала. Вот, Сидникова Наталья пришла к нам в прошлом году, вот, новые участницы есть, пока не буду оглашать весь список. Ну да, кандидаты есть. Да, кандидаты есть, поэтому, я думаю, мы будем далее процветать, да, и расти. Дай Бог, вот, вы на каких вот мероприятиях участвовали? На больших праздниках или где? Да, ну, городские праздники, это, конечно же, День Победы, да, День Города, какие-то национальные праздники, это, естественно, Агадуй, Киргизра, то есть, вот такие, Ханука даже, многонациональная ёлка у нас проходила два раза, то есть, мы как бы всё время участвуем, даже если мы не поём на чувашском, мы поём на русском, и не только. На Хануки мы пели на трёх языках, на иврите, на чувашском и на русском языке, вот такая у нас песня была на трёх языках, она имеется. Ну, вот я помню, в 2019 году, в апреле, была презентация моей книги «Подвиг моего матери», тоже Мерден там присутствовал, пели на сцене, поздравляли нас, спасибо большое. Вы всегда рады поддержать своих. Да, вы приехали в Нагадкино и поддержали, спасибо, спасибо. Так вот, что для тебя музыка и какое место занимает в твоей душе, скажем? В моей душе музыка – это всё. На самом деле, я меломан, но как бы я не люблю не всю музыку, я люблю качественную, да, если это рок, то это красивый, многозвучный, с красивыми музыкальными партиями, от барабанов до гитары, вот всё. И должен быть, конечно, хороший вокал. Вокал, да, в любом случае. Если это рэп, то это, ну да, возьмём современность, то это, конечно, приятная музыка и доступные слова. То есть, как сказать, близкие, классические, без грязи, чтобы это было приятно слушать, чтобы это душу как-то трогало. Вот такую музыку я люблю. Ну, я и классику слушаю. Когда мне грустно и даже когда мне радостно, я очень часто слушаю классику. Это хорошо, отвлекаешь душу какую-то. Да, это так, это освобождает на самом деле, освобождает. Ну, отдыхаешь, душа отдыхает. Да, ну, многие писали, что классическая музыка вообще на систему нервную влияет очень сильно. Ну, так и говорят. Да, и лечит, и успокаивает, и очищает. Да, вот какая вот самая большая, небольшая, какая проблема вот для тебя вот находить там, чтобы организовать всё это? Какая проблема? Найти в коллектив участников, вы имеете в виду? Ну, на самом деле проблема только одна. Потому что не все владеют чувашским языком. Которые живут в городе. Которые живут в городе. Поэтому все, все участницы, они в основном с деревень. Они в совершенстве говорят на чувашском языке, они владеют. Чтобы, ну, почему нужно это? Почему нужно владение? Когда ты поёшь, это же и акценты, и вот это вот произношение. Это должно выглядеть и слышаться правильно, красиво, эстетично. Да, да. Поэтому даже, как бы, и я работаю над собой очень, потому что не могу сказать, что я говорю очень хорошо. Понимаю я практически всё, а вот сказать не всё могу, поэтому... Поэтому мы беседуем пока сегодня по-русски. Да, но я думаю, мы когда-нибудь и придём на чувашском поговорить. Дай бог, дай бог. Это не последнее приглашение. Спасибо. Вы подучите язык там, литературный и разговорный. Ну, нам, в принципе, разговорный хватит здесь. Ну, ты вот молодая, ты занимаешь активную жизненную позицию. Я думаю, у тебя много планов. Ну, планов, как у любого творческого человека у меня, как всегда, много, и они какие-то грандиозные. Да. Ну, поделитесь тогда. Ну, вообще, моя жизненная позиция – всё делать на максимум. Да, если чем-то заниматься, нужно заниматься хорошо, а если хорошо, значит, нужно ещё лучше. А если ещё лучше, значит, ну, в общем, нет предела совершенства. Поэтому сейчас, да, нашему коллективу, вот, в октябре будет два годика. Вот. Но и уже за эти два года мы успели поучаствовать в многих мероприятиях, сделать даже… Дипломы получали, там, лауреаты. И дипломы, и благодарственные, и письма, и лауреатскую степень, да. Даже участвовали в конкурсах красоты. У нас Антонова Кристина, участница, она ездила на «Мисс Чувашская красавица России». В прошлом году. Чебоксары. Чебоксары, да. Молодцы. То есть Марина Самытина, она у нас мисс Буинск. То есть мы не просто талантливые, мы ещё и красивые. Я где-то читал, да. Да. Они у меня вообще все очень активные, положительные. Но они смотрят на руководителя. Есть пример. Ну, дай бог. Дай бог. И хотелось бы, может быть, когда-нибудь мы придём к тому, что посредством моего ансамбля, пусть не весь мир, но многие увидят чувашскую культуру. Вот это здорово, ты сказал, да, правильно. Показать нам себя. Да. Чтобы привлекать молодёжь. Вот, как ты говоришь, пока нет таких молодёжных ансамблей у нас в Ульяновской области. Нет, мы единственные. Вот, это жаль. Это хорошо, что вы есть, но жаль, что больше нет. Я думаю, вот они сейчас, увидев нашу передачу, увидев вас, такую красивую, активную, я думаю, включатся и образуют, организуют новые ансамбли молодёжные. Это было бы здорово. Да, и в сёлах же можно, и в городе можно. Конечно. Просто тут нужен человек, который болеет этим делом, который заинтересован, думаю, найдутся. Может быть, вот та же самая Ямчукова, как ты говоришь, она поступила на музыкальное отделение, да? Да. Окончит и, может, возьмётся за это дело, привлечёт молодёжь. Конечно, конечно. Для этого, наверное, я думаю, и учатся дальше. Мне хотелось бы в это верить. Но, правда, ей это очень нравится, ей это близко. Не только Ямчукова, я просто образом сказал, а так-то любой человек. На самом деле, в Ульяновской области очень много талантов, очень много. Искать их надо. Просто нужно их найти и направить. Направить вот это правило. Да, потому что некоторые, возможно, кто-то немножко стесняется. Есть какие-то зажимы свои. Да, да, да. И в любом случае человеку нужно раскрыть. А что ты взяла у мамы? Ну, ты говоришь, росла там за кулисами. А вот у мамы что взяла? Не только Гена, вот сама смотрела на неё. Какой она, например, подала тебе? Ну, мама моя вообще мне кумир, если признаться честно. Таких, как она, я вот, если честно... Вот брать абстрактно я практически не видела. Она красива, эстетична, талантлива, умна. Она всегда знает, что сказать, когда сказать, и когда нужно помолчать. И очень хочется мне ей, ну, грубо сказать, подражать. Я обучаюсь от неё всему. Как нужно вести себя в той или иной ситуации. Как нужно подумать в той или иной ситуации. Как действовать. Как действовать, да. Чем бы себя занять. То есть, она до сих пор, как бы, да, вот вчера у неё был юбилей. А, да, вчера был день рождения. День рождения, да. Поздравляем. Поздравляем Зону Михайловну с днём рождения. С круглой датой, да? Да. Да. Желаем успехов. И благодарим, что она родила такую красивую и активную дочь. Да, спасибо маме за меня. Спасибо, да. Да. Ну, хорошо. А что вам ещё нужно? Вот я вам принесла показать. Это из Москвы, да? Это из Москвы. Это буклет продюсерской компании, который я состояла. Состоял мой коллектив. И вот описание... Описание вашей деятельности. Описание нашего коллектива, да. Тут даже есть диск с нашими песнями. И ваши фотографии там есть, да? Да, вот здесь стою я. Хорошо. Да, ты опыта набралась там в Москве, да. Среди таких людей, талантливых, больших людей. Это, конечно, для тебя огромная школа была. Огромная школа. Хорошо. Дай Бог, чтобы попасть туда, остальным. Не все попадут, я думаю. Я желаю желать всем. И если ты желаешь, ты обязательно пройдёшь к своей цели. Вот так и будем работать. Ну, спасибо, Анна Викторовна, молодая девушка, что ты так активно работаешь, как бы развиваешь чувашскую культуру, себя видишь очень активно, занимаешься с молодёжью. Спасибо. И, я думаю, это наша не последняя встреча. Спасибо вам, что пригласили. Была рада. Да, мы рады ещё пригласить вас. На этом мы заканчиваем свою передачу. Передачу вёл Николай Ларьёнов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»